Игорь Кобзев Игорь Кобзев Игорь Кобзев За неделю прирост поставивших первый компонент составил менее 2%. В администрацию города Устелимска продолжают поступать сообщения от граждан по поводу несоблюдения компании попутчик, интервала движения и недостаточного количества автобусов. В ответ мэрия постоянно взаимодействует с руководством организации по вопросу устранения нарушений. На сегодня пока действует соглашение на осуществление перевозок попутчикам до декабря текущего года. Далее власти планируют провести конкурс, по результатам которого будет заключен муниципальный контракт на оказание услуг общественного транспорта. Его условия будут предусматривать штрафы в отношении перевозчика при ненадлежащем исполнении своих обязательств. Других механизмов влияния на недобросовестного подрядчика у города просто нет. Началась подготовка к реализации проекта благоустройства центральной площади напротив ГДК «Дружба». Напомним, наш проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов к созданию комфортной городской среды. Всю техническую, проектную и методологическую документацию для участия в конкурсе подготавливала мастерская архитектуры и дизайна «Фокс». 23 сентября в Устелимске находился генеральный директор компании Дмитрий Фальковский. Состоялся ряд рабочих встреч, выезд на объект благоустройства. Обсуждался вопрос по определению мест расположения инженерных сетей и коммуникаций, к которым будут подключаться объекты. Этот вопрос необходимо было решить заранее, пока не завершен капитальный ремонт дорожного полотна по улице Георгия Дмитрова. Было решено за счет средств городского бюджета произвести монтаж наружных сетей, холодного водоснабжения и канализации. В минувший вторник представители Законодательного собрания Иркутской области провели семинар для сотрудников органов местного самоуправления северных территорий Иркутской области, в том числе и Устелимска. Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что одними из самых важных вопросов для северных территорий при Ангарии являются вопросы об устройстве дорог, строительство жилья и соцобъектов, обращение с ТКО. Он также добавил, что в северных районах в каждом муниципальном объекте есть школы, где дети вынуждены учиться в старых зданиях. Муниципалитеты нуждаются в помощи при строительстве учреждений. Нужно привлечь в регион федеральные средства нацпроектов и госпрограмм.